Саламат Сарма, студенты! Сегодня у нас выступает Асхата Айгерем. Она подготовила материал по уставу Каспи-банка и небольшое теоретическое введение будет по финансовой отчетности. Что это такое, какие формы финансовой отчетности бывают. Вот Айгерем мне отправилась, сейчас я демонстрацию экрана включу, чтобы вы все посмотрели. Всем видно? Да. Вы же с этого, да, будете начинать файл Айгерем? Да, да. Ага, все хорошо тогда, Бастай Бендер. Остальные все внимательно слушаем, если какие-то вопросы возникнут, задавайте. Задание первое – найти формы отчетности. Для этого мы должны знать, что такое финансовая отчетность. Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью представления пользователям обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом положении за отчетный период в установленной форме для принятия этими пользователями определенных деловых решений. Мем доталда финансовой отчетности виттер и таптомо. Первое – это годовая и промежуточная отчетность. Второе – это полная и упрощенная отчетность. Третье – это отчетность коммерческих и некоммерческих организаций. Четвертое – это первичная и свободная концертированная отчетность. Потом основные формы финансовой отчетности организации – это первое – баланс. Второе – отчет о прибыли и убытках. Третье – отчет о накопленной прибыли. Четвертое – отчет о собственном капитале. Пятое – отчет об изменении в финансовом положении. Шестое – отчет о движении денежных средств. И седьмое – последнее примечание и дополнение. Потом я также нашла формы бухгалтерской отчетности. Это первое – бухгалтерский баланс. Второе – отчет о финансовых результатах. Третье – отчет об изменениях капитала. Четвертое – отчет о движении денежных средств. И пятое – пояснение к бухгалтерскому балансу. Задание первое – забыла изменить. Задание второе – исследовать предприятие, рассказать о ПФН, найти устав организации. Устав – это правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в сфере государственной, коммерческой или общественной деятельности. Текст устава состоит из нескольких разделов. То есть, первое – это общее положение. Второе – это цели, задачи, примит деятельности. Третье – правовый статус. Четвертое – организационная структура. Пятое – финансово-материальная база. Шестое – учет и отчетность. Седьмое – контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Восьмое – право и обязанностей участников. И девятое – порядок ликвидации и реорганизации. Я взяла устав акционерного общества Каспийбанк. Это чтобы студент Сергей Цунгтуболушин я переделала, а полный формат и созвездный с курсом сбора на ПДФ-варианте. Глава первая – общие положения. То есть, форма собственности банка тут у нас частная. Банк имеет свои бланки, штампы со своими наименованиями. Банк имеет сеть филиалов и иных подразделений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Банк имеет кодекс корпоративного управления. Банк не несет ответственность по обязательствам своих акционеров, а также банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Вторая глава – это наименование и местонахождение банка. То есть, местонахождение исполнительного органа правления банка – это Республика Казахстан, город Алматы, Алматинский район, улица Шарипова, 90. На государственном языке Каспийбанк будет акционерным Кхогама. На русском языке – акционерное общество Каспийбанк, а на английском языке будет Каспийбанк Joint Stock Company. Третья глава – это цели и предметы банка. Основной целью деятельности банка является получение дохода путем оказания банковских услуг. Второе – банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан. А также банк вправе осуществлять иные виды деятельности – разрешение законодательства на Республике Казахстан. Четвертая глава – это уставной капитал и ценные бумаги банка. Увлечение уставного капитала банка осуществляется посредством размещения объявленных акций. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленную органом банка, принявшим решение о размещении. Также тут размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливается в размере 21 КЗ. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям банка, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям банка за этот же период. Глава пятая – тут доход банка, резервный капитал и провизии. Доходы, полученные банком в результате его деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в собственности банка. В целях покрытия своих убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, банк формирует резервный капитал. Резервный капитал создается за счет чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям. Банкам на основании решений его органов могут создаваться фонды, назначения, размеры, принципы, источники образования и порядок использования, которых регулируется законодательством Республики Казахстан и решениями органов банка. Глава шестая – это право и обязанности акционеров банка. Акционер банка тут имеет право на первое – участвовать в управлении банком в порядке, предусмотренным законами и уставом банка. Второе – получать дивиденды. Третье – получать информацию о деятельности банка. Четвертое – получать выписки от регистратора банка. Пятое – предлагать общему собранию акционеров банка кандидатуры для избрания в совет директоров. Шестое – оспаривать в судебном порядке принятые органами банка решения. И седьмое – на часть имущества при ликвидации банка. А также крупный акционер тут имеет право на первое – требовать созыва заседаний совета директоров. И второе – требовать проведения аудиторской организации аудита банка за свой счет. Акционер банка также обязан первое – оплатить свои акции. Второе – не разглашать информацию о банке или его деятельности, составляющую служебную или коммерческую или иную охраняемую законным тайну. Третье – исполнять иные обязанности в соответствии с законодательственными актами Республики Казахстан. Потом соскищает Хансис, хайсы – высший орган, хайсы – орган управления, камм выше, камнижатрат, соназертик кендердев – это седьмая глава – органы банка. То есть тут высший орган – это общее собрание акционеров. Второе – это орган управления совет директоров. Третье – это исполнительный орган правления. И четвертое – это последний орган, то есть контрольный орган службы внутреннего аудита. Восьмая глава – тут общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров подразделяется на годовые и внеочередные. Годовое общее собрание акционеров созывается с советом директоров один раз в год и должно проводиться на населенном пункте по месту нахождения правления. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов банка по вопросам, относящимся к внутренней деятельности банка. А также общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров. Девятая глава тут у нас совет директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство и деятельность банка за исключением решения вопросов, отнесенных к законодательствам Республики Казахстан. Также тут членом совета директоров может быть только физическое лицо, то есть члены совета директоров избираются из числа первые – это акционеры-физические лица, второе – лиц, предложенных к избранию в совет директоров, а третье – это другие лица. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Члены правления, кроме его председателя, не могут быть избраны в совет директоров. Председатель не может быть избран председателем совета директоров. И последняя глава, десятое – это правление. Правление обязано исполнить решение общего собрания акционеров и совета директоров. Правление является исполнительным органом банка, то есть он осуществляет руководство текущей деятельностью банка. Правление и председатель правления изверяется только советом директоров. Правление вправе принимать решение по любым вопросам деятельности банка, не отнесенным законом или иными законодательными актами Республики Казахстан. Агерем, молодцы. Вы проделали хорошую работу. Это, знаете, можно сказать, ваш фундамент, ваша база. То, что вы сейчас, например, собрали материал, во-первых, нашли его, обработали, даже сами небольшое исследование провели. Да, я у вас действительно спрашивал органы банка. И их сам объяснял. Но вы здесь прям конкретно на примере Каспия показали. Это очень радует. Действительно, высший орган правления – это общее собрание акционеров. Потом далее идет орган правления «Совет директоров». Это уже топ-менеджмент банка. Да. Значит, председателем совета директоров Каспий банка является Ламтадзе. Это и на сайте банка написано. Следующий поступение идет исполнительный орган правления и потом контрольный орган службы внутреннего аудита. Все правильно вы сказали. Эту информацию мы даже можем сами убедиться в правильности этой информации, зайдя на сайт Каспий Кезет Банка. У меня к вам один вопрос. Значит, как вы думаете, общее собрание акционеров – это держатели акций банка, правильно? Как вы думаете, именно какие нужно быть держателем каких акций банка, чтобы входить в совет акционеров? Простых акций или привилегированных акций банка? Ага, повторите вопрос. Какие акции у вас должны быть, чтобы вы входили в собрание акционеров? Простые акции вы должны банковские покупать или привилегированные? Размер дивидендов на одну привилегированную акцию устанавливается размером 21 кезет. Наверное, привилегированную акцию. Все правильно, привилегированные акции. Друз, молодцы, Айгером. Например, если у вас будет 100 привилегированных акций, и это мы умножаем на 21 кезет, у вас будет 2100 кезет. Ага, да-да, все правильно, молодцы, все правильно. Так, дальше по уставу банка все понятно. Что еще? А, финансовую отчетность мы говорили. Действительно, финансовая или она в Казахстане называется? Ну, в Казахстане не имеет значения. Бухгалтерская и финансовая отчетность – это одно и то же. Значит, бухгалтерская отчетность, она состоит из пяти основных форм. Это бухгалтерский баланс форма номер один, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет ДДС, мы его называем бухгалтера, отчет о движении денежных средств и пояснительная записка. Пояснительная записка, она, знаете, открывается только в том случае, когда у банка или у другого предприятия какого-то есть на балансе арендованные средства. Это, допустим, если мы, например, здание сами не построили, не покупали, а снимаем в аренду, платим за помещение арендную плату. Вот в таком случае это здание не может у нас на балансе находиться, оно может быть учтено только в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. Или там, например, условные активы, такие как фирменные бланки организации, то есть прямой они, значит, бухгалтерской выручки организации не приносят, но все-таки их наличие обусловлено требованиями законодательства. Вот, ну, это я хотел просто вас немножко дополнить. В целом вы хорошо ответили, молодцы, ваш ответ принимается. Так, значит, Такмина здесь? Ага, Такмина здесь. Такмина, вы мне, пожалуйста, напишите группы, на которые разделились ребята, и кто какую организацию выбрал. Точно так же, кроме банков, вы могли выбрать, как я вам говорил, и другие, значит, предприятия, но основным условием является, чтобы вы по ним могли находить информацию. Поэтому я вам могу предложить, кроме банков, здесь вот Пазар спрашивали, Наргис, по-моему, спрашивал, что еще можно выбрать. Вы можете выбрать Казахтельком, вы можете выбрать Билайн, можно Эйр-Астана выбрать правильно, Алина, все что угодно. Если вы заметили, все эти организации, они осуществляют свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества. Вам, значит, на завтра задание, вот до обеда, Тахмина, вы должны будете со всеми, как мы с вами обусловились, со всех собрать задание. Например, реагерем выполнены там устав организации, что такое финансовая отчетность и так далее. По финансовой отчетности только теоретический материал, а по уставу полностью, скачайте устав организации на сайте, на ее сайте. До обеда мне отправите, после обеда мы с вами встречаемся, и вы, значит, ну, как бы сказать, выступаете с подготовленным материалом. Демонстрацию, я имею в виду, после сала демонстрации она. Что еще? Также я для вас сегодня готовил задание, но я вынужден буду его, как бы сказать, ополовинить. Часть задания я вам задам на завтра, а остальную часть уже вы получите завтра, потому что, ну, чтобы для вас нагрузки такой большой не было. Задание, значит, звучит таким образом. Вы должны будете найти и изучить законодательство по тем организационно-правовым формам, объектами которого служат ваши, значит, ваши работы. Допустим, если Айгерем подготовила, ну, устав АО Каспий Банка, значит, она на сайте, я вам сразу информационный портал подскажу, Адлет Кейзет или Закон Кейзет, не Закон Кейзет, он называется Параграф Кейзет. Вот на одном из этих двух сайтов вы должны будете посмотреть законодательство об акционерных обществах и осуществлении их деятельности на территории Республики Казахстан. Прям дату, последние изменения, из каких разделов, из каких статей состоит закон. Вот прям просмотрите внимательно. Если вы найдете, если объектом вашего кейса будет товарищество с ограниченной ответственностью, значит, вы смотрите закон, понимаете, да, о чем я говорю? Значит, вы смотрите закон о товариществах с ограниченной ответственностью. Такой закон тоже у нас на территории Республики Казахстан есть, он функционирует. Прям смотрите дату его принятия, изменения законодательства последние, изменения и дополнения. Из скольких разделов состоит закон, из скольких статей состоит закон. Прям все-все посмотрите, закон прям можете скачать и завтра его представить. Ну, я думаю, что, скорее всего, вы все выберете акционерное общество, потому что акционерное общество по законодательству нашему казахстанскому и международному должны свою, как бы сказать, информацию загружать на сайте. То есть их информация должна быть публичной. Это связано с такой, значит, дисперсной формой собственности. Если вы являетесь держателем акции, то вы тоже являетесь, значит, можно сказать, участником или отчасти учредителем этой организации. Поэтому вы должны знать хорошую, как бы сказать, точную информацию о финансово-хозяйственном положении этой организации. Поэтому организации, функционирующие в организационно-правовой форме АО, они законодательно обязаны на своих сайтах выгружать всю эту информацию. А, например, к товарищам с ограниченной ответственностью такого, значит, законодательного требования не предъявляется. По желанию хотят, могут загружать на сайте. Не хотят, они могут и не загружать. Имейте в виду. Поэтому выбирайте такие организации, где вам будет легче найти материал. Договорились? Да, хорошо. В таком случае, Тахмина, я от вас жду. Ваши подгруппы и организации, которую вы выбрали. А на завтра вам нужно будет Айгерам Сиахты подготовить по уставу, найти информацию по финансовой отчетности. И это уже задание ко всем относится. Айгерам и к вам тоже. Значит, подготовить по законодательству материал. Именно вот в вашем конкретном случае это законодательство об акционерных обществах. Там зайдите на сайт Атлет.кз, скачайте, изучите его, и завтра будете демонстрировать. Заранее все, что вы подготовите до обеда, отправляйте Тахмини, Тахмина отправляет мне. После обеда мы с вами встречаемся, бюлзи. Все хорошо.